Мы сегодня с вами на самом последнем вебинаре по цикле лекций «Третья дуа» из Курана. Хвала Аллаху, я надеюсь, что вы взяли огромную пользу, научились разнообразным дуа, которые могут понадобиться в нашей жизни. Конечно же, в Куране их еще больше, но мы пока ограничились этими тридцатью. Также есть различные дуа из сунны пророка Мухаммада, их также огромное количество, которые читаются в соответствии с какими-то нашими действиями при пробуждении ото сна, при входе в дом, при входе в мечеть, при выходе из дома, после трапезы и так далее. Я надеюсь, что вы их используете, читаете. Также есть дуа, которые постоянно читаются и утром, и вечером. И если вдруг вам интересно дальше заучивать короткие дуа, которые важны для нашей жизни, из сунны пророка Мухаммада, дайте об этом знать в сообщениях, в комментариях, под постом, чтобы мы понимали, что это для вас необходимо. И самый последний тридцатый дуа – это из суры Нух. Мы знаем, что Нух, алейсалям, был великим пророком в самые ранние времена после создания человечества. И эта дуа используется именно здесь, в котором содержится дуа как для нас самих, так и для наших родителей, и для всех тех верующих, которые вошли в наш дом. Это очень важно, когда кто-то посещает наш дом, чтобы Аллах их простил, чтобы Аллах смилостился. Важно, чтобы тот гость, который посетил дом, был из тех, у кого закутаны взоры и закрыты и уши, потому что часто бывает так, что, посетив чей-то дом, потом при выходе и уже, когда человек оказывается в другом месте, происходит некое осуждение того дома, в котором он был и в котором он гостил. Поэтому это очень важно, чтобы хозяин дома, который угостил и дал свои наилучшие яства, предоставил постель, еду, комфорт для своего гостя, чтобы попросил дуа за тех, кто вошел в его дом. Также немаловажно понимать, что под домом иногда подразумевается и мечеть, если вдруг какой-то верующий посетил и мечеть, ну и для всех верующих исчезла мужчин и женщин. Абурадель, толкуя эти аяты, говорит, «Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, и не прибавляет для беззаконника, для неверующих ничего, кроме погибели как в этом мире, так и в вечной жизни». То есть, если вдруг есть в среде обитания, в окружении, в окружающей среде такие беззаконники, то, конечно же, мы можем попросить для неверующих, для тех, кто сеет раздор среди мусульман, так и протесняет мусульман погибель как и в этой жизни, так и в вечной жизни. Ибн Касир, толкуя эти аяты, говорит, «Господи, прости меня». То есть, мы можем сделать вывод из этого дуая, что мы сперва просим всегда прощения для себя, потому что в судный день, когда мы предстанем перед Аллахом, субхану атааля, мы, каждая из нас, будет отвечать за себя. Поэтому мы просим у Аллаха простить нас за все те грехи, которые мы совершили, и которые будем совершать. То есть, простить нас за все прошлые, за будущие грехи, за все тайные и явные грехи. И чтобы мы перед Аллахом предстали в чистом, прощенном состоянии бездня. Также наших родителей. Наши родители воспитали нас наилучшим образом, таким образом, настолько, насколько они смогли вложить в нас наилучшее. И, иншааллах, если Аллах простить наших родителей, конечно же, это будет самое лучшее, что может быть в этой жизни, потому что у нас родители одни, у каждого есть своя мама и свой папа. Больше мы не можем никем их заменить. Также у каждого из нас есть дети. Если нету, то есть дети у наших сестер и братьев. И племянники есть, и есть соседи, у которых дети. То есть, в любом случае, есть дети, которым мы иногда проявляем доброту или сострадание, и хотели бы, чтобы их родители были в наилучшем состоянии. Если какой-то человек нам делает добро, то мы всегда думаем, а какие же у него родители, если он такой хороший человек. И поэтому мы всегда просим дуа за их родителей, чтобы они тоже были в наилучшей жизни, как и в этой дуне, так и в Ахирате. Мы просим прощения за наших родителей, за родителей наших пророков, за родителей наших праведных предшественников, за наших родителей. И тех, кто вошел в мой дом верующим. Ад-Дахак сказал, имеется в виду в мою мечеть. То есть, однако, непорицаемо понимание этого яда в его явном значении. То есть, именно Нух, алейсалям, просил Господа за каждого верующего, который переступал порог его дома. И получается, из этого яда мы можем сделать вывод, как тех, кто приходил в мечеть Нуха, алейсалям, так и кто переступал порог его дома. Имам Ахмад передал от Абу Сааде, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху алейхуа салям, сказал, не водись ни с кем, кроме верующих, и пусть не вкушает твоей еды никто, кроме богобоязненных. Вот такое повеление пришло от посланника Аллаха Потому что с кем поведёшься, того и наберёшься Есть у нас такая тоже пословица Поэтому если мы поведёмся с неверующим человеком Или с грешником Или с тем человеком, у которого не очень доброе сердце Чёрствое сердце, жестокое сердце Нрав скверный или нрав очень недоброжелательный, токсичный Это всё влияет на того человека, который находится рядом Ну и прорусство Аллаху повелевает Пусть не вкушают твоей еды никто, кроме богобоязненных И важно кормить своей едой также богобоязненных Тех, кто боится Аллаха и затем воздаст хвалу за эту еду И поблагодарит за эту трапезу Также, ну, Али Салям сказал Верующих мужчин и женщин Чтобы Аллах Субхану Атааля простил всех верующих мужчин и женщин И это мольба за всех верующих, живых и мёртвых Мы на подобие дуа уже завучивали ранее И это похожие дуа Рекомендуется именно такая мольба Который обращался к Господу Субхану Атааля Но это именно по священной книге Инджиль сказано Потому что Инджиль, Библия, Евангелие Это одно из тех книг, в которые мы веруем Мы веруем во все книги Аллаха, которого он не спасал Ранее их четыре Конечно, мы веруем в эти книги до того момента Пока они не исказились Потому что апостолы их исказили После жившие люди Вносили разные изменения в выгоду Что-то наоборот вычеркивали Поэтому из-за искажения мы сейчас не совсем можем быть уверены Что эти книги правильные И именно дополнив все то, что есть в предыдущих книгах Аллах Субхану Атааля нам не спасал Кур'ан Священный Кур'ан В котором содержится уже все то, что было в предыдущих книгах И что будет в будущем До самого конца света И после конца света Что будет, все содержится в священном Кур'ане Поэтому сейчас нам достаточно придерживаться этой книги Кур'ана Оно не спослано на арабском языке А ранние книги были не спосланы в разных языках Например, в еврейском языке И почему язык был еврейский Из-за того, что многие пророки были не спосланы из числа евреев И, конечно же, там имена наших пророков Немножко по-другому упоминаются Например, Нух Али Салям упоминается как Ной Ибрагим Али Салям упоминается как Авраам Также Муса Али Салям, например, упоминается как Моисей И так далее И о том, что мы должны просить дуа За верующих мужчин и женщин упоминается во многих преданиях Известных мольбах Беззаконникам Нух Али Салям спрашивают Чтобы он не приумножал ничего, кроме гибели И это дуа Беззаконникам, не приумножая ничего, кроме гибели Можно использовать и сейчас Что творится в Газе Что творится в Палестине И мы можем у Аллаха попросить Аллах могущественный И мы понимаем, что сейчас наши братья и сестры Претерпевают испытания несправедливости Но наше сердце спокойно тем, что все они, иншаллах Пребудут в райских садах А все те, кто издеваются и действительно относятся несправедливо То пусть Аллах дарует им гибель Как и в этой жизни, так и в Ахирате Муджахид сказал Кроме убытка в этой и следующей жизни Ас-Саади, толкуя эти аяты Этот аят говорит Господи, прости меня и моих родителей И тех, кто вошел в мой дом верующим А также верующих мужчин и женщин А беззаконникам, не приумножая ничего, кроме погибели Вначале пророк, алейсалям, помянул своих родителей Дабы подчеркнуть, насколько велики обязанности человека перед ними Затем он помянул всех верующих в целом После чего обратил свои проклятия против нечестевцев Делом которых является погибель То есть печаль, разорение и смерть Пусть Аллах, субханата Аллах, простит всех нас Всех наших родителей Всех тех, кто вошел в наш дом верующим Всех верующих и мужчин из числа живых и мертвых Обязательно звучите это дуа Давайте несколько раз повторим Либо мы можем использовать до того момента, где мы просим Прощение за себя, за своих родителей, за тех, кто вошел в наш дом Из-за верующих мужчин и женщин То есть до слова му'минат Верующих женщин до знака остановки сили Вот это сверху то, что мы видим Это знак остановки сили Который обозначает лучше продолжить Потому что есть взаимосвязь слов по смыслу и по грамматике Но если вы не хотите использовать, чтобы Аллах наказывал беззаконников и даровав погибель То можете не использовать последнее предложение То есть прибавляй Для притеснителей, для беззаконников, для несправедливых Или кроме погибели И можете использовать только первый момент, где мы просим прощения Аллаха То есть Робби, вы знакомы с этим словом Господь наш, Роббана Когда мы использовали во множественном числе Здесь мы используем в единственном числе От имени Нугали Иссалям нашего великого пророка Но оно может напрямую потребляться нами Каждый из нас, без ниля Игфир То есть прости ли меня Уали-уали-дай-я и моих родителей Уали-мен и тех, кто дахаля То есть вошел Бэйтия в мой дом Му-минан То есть будучи верующим Уали-ль-му-минина А также верующих мужчин Уаль-му-минат И верующих женщин Ну давайте еще раз повторим Би-изнеллахи та'аля Робби-гхуфир ли Вебинар Который состоял из 30 уроков Подходит к концу Все те, кто слушал постоянно этот вебинар Подключался, записывал Запоминал, заучивал Пусть Аллах субханат аля Вознаградит многократно За каждый ваш шаг За каждую прописанную букву За каждую заученную букву За каждое заученное слово Вы прекрасны на самом деле Если вы выдержали И прослушивали эти дуа Для того, чтобы заработать Лик Аллаха Его удовольство Для того, чтобы применять Эти дуа на практике Соответствовать Одним из наших Наилучших пророков Праведников Аллаху ма амин Барак Аллаху фикунна Ахавати Фи амани ла Я вас, иншаллах Вверяю Аллаху Чазакун Аллаху хайрам Что были на протяжении Всех этих уроков с нами Субханакя Аллахумма Ва бихамдик Ашханда ла и ла хилан Тастагу филукавату билик Ассаляму алейкум Ва рахматуллахи Ва баракатуа